В Ненецком округе отметили День Пустозерска. На протяжении недели в честь первого заполярного города проходили выставки, презентации, мастер-классы и экскурсии. Кульминацией праздника стал многокилометровый поход. В субботу десятки любителей истории отправились из села Тельвиска в первый русский город в Арктике. По старинному пути вместе с туристами прошла и наша съемочная группа. Праздник День Пустозерска в Ненецком округе в этом году проходит под знаком дорог. Пешком, на велосипедах и даже на лошадях сегодня из села Тельвиски в первый русский заполярный город отправились более 50 гостей праздника. Это первооткрыватели двух новых туристических маршрутов древними дорогами Пустозерия протяженностью 22 и 27 километров. Над их созданием сотрудники музея-заповедника трудились целый год. Средства на реализацию были выиграны в прошлом году. Тогда в конкурсе благотворительного фонда Потанина проект Пустозерска стал лучшим среди 165 и попал в число 8 победителей, получив 600 тысяч рублей. На протяжении всего маршрута, а это 25 километров, музейные работники в рамках проекта установили 11 информационных стендов, которые рассказывают о населенных пунктах, интересных фактах, природных достопримечательностях. А это значит преодолевает такие большие расстояния. Путешественники все глубже будут погружаться в историю. Здесь у стенда летняя дойка, в котором описывается путь становления одного из самых крупных окружных предприятий Ненецкой агропромышленной компании. Для участников маршрута был организован привал с горячим чаем и блинами. Первыми до него добралась гонная процессия. Почти следом уже на железных конях ехала одна из самых массовых групп маршрута велосипедистов. Гонка героев на время приостанавливается. Позади 5 пройденных километров. Впереди еще 17. Многие преодолевают их пешком. Например, известный северный писатель и журналист Виктор Толкачев. В августе он отметил свое 80-летие. За выносливость в пустозерском походе Виктор Федорович получил прозвище воевода. Я вспоминал молодость. Мы этот маршрут от Тельвицки до Устья всей семьей ходили. Конец 70-х и все 80-е годы. Не было никаких машин, не было никаких лошадей. Каждое воскресенье мы выходили с Тельвицки. Кто-то звонил в Устья Толкачевы, вышли. А сейчас мне пошел 9-й десяток. Я решил попробовать снова вернуться в те годы и проверить все. Я хочу пройти пешком. Вместе с известным писателем исторические километры прошел ученик искательской школы Никита Чубаков. Что-то интересное встречалось в виде информационных стендов? Ну, стенды очень полезная штука на самом деле. То есть можно быстро определить, где ты. То есть не нужно доставать постоянно карту или как-то ориентироваться. То есть сразу подошел к стенду, оба, я здесь. Ну, а что для вас означает? Ну, это история. Потому что это очень интересно. Это в книжках описано. Там хочется ощутить на себе это все. Посмотреть. Ощутить на себе историю участники маршрута смогли в полную силу, пройдя 22 километра по той дороге, по которой ходили еще наши предки в 16 веке. Под дождем, по слякоти, порой проваливаясь по колено. Но, как признаются сами путешественники, никто из них не пожалел и не свернул с исторического пути. Хотела поздравить всех нас с тем, что мы прошли маршрут. Кто-то проехал, кто-то прошел. Но мы все сделали это. Вы большие молодцы. Хочется сказать, что только сильные духом и телом люди могут жить здесь, могут любить свой край, могут останавливать такие замечательные таблички в память о прошлом. Лариса Типикина в этом походе получила право повесить 12-ю финальную табличку с информацией о виновнике торжества Пустозерске. Вместе с ней в историческом событии принял участие и потомственный пустозер Михаил Спирихин. В завершении праздника над первым заполярным русским городом прозвучали колокольные звоны в исполнении московского звонаря Владимира Петровского. Любовь Пермякова, Антон Водряков, Телеканал Север.